В 2013 году обвиняемый организовал через своих знакомых наркоторговцев подбросы крупных партий дурманящих средств ничего не подозревающим пассажирам электропоезда Петропавловск-Макушина. Одного из них Антонов задержал, второго потерпевшего изобличить не удалось, так как его остановили при пограничном контроле. Еще одного обвиняемого и его сообщницу умышленно спровоцировали на контрабанду. Наркозависимый гражданин подобрал в городе Петухово лицо, ведущее антиобщественный образ жизни, под надуманным предлогом якобы съездить за водкой в Казахстан, убедил его выехать в город Петропавловск, где на переданные деньги заранее были приобретены наркотики в районе вокзала города Петропавловска. И вот это наркозависимое лицо, вот он взял куртку потерпевшего, туда вложил наркотик, потом куртку вернул, ничего, естественно, ему не сказав. Потерпевших по ложным обвинениям привлекли к уголовной ответственности. Длительное время они были под стражей. Также известно, что Антонов покровительствовал своим соучастникам и помогал им заниматься сбытом наркотиков. Он обратился к ранее знакомым жительницам города Петухово, также занимающимся наркооборотом, и предложил, скажем так, такую сделку. То есть они помогают ему организовать контрабанду наркотиков через границу с Казахстаном. Он эти преступления выявляет, и в качестве благодарности за такую помощь он не мешает им торговать наркотиками. В конце мая прошлого года следователи и специалисты ФСБ по Курганской области задержали сотрудника органов внутренних дел на рабочем месте. У нас на данный момент, я считаю, что собрана достаточная совокупность доказательств для такого серьезного обвинения. И вообще для Курганской области, конечно, такой случай, он из ряда вон выходящий. Четкое осознание того, что ты невиновного человека садишь, ну то есть такого вот не было просто. Дерзкое, дерзкое. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд. Молодому человеку, экс-сотруднику полиции грозит более 30 лет тюрьмы. Елена Швецова, Илья Урванцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.